В зале Белого дома представители общественных организаций инвалидов из всех районов области. Каждый день они стараются сделать жизнь людей с ограниченными возможностями легче и интересней. Алексей Куражнов получил специальный приз за социальную и творческую активность. Мужчина руководит общественной организацией молодых инвалидов «Оптимист» в Кольчугина. Общество работает с молодыми людьми с болезнями нервной системы. Устраивает особенным людям поездки в музеи, мастер-классы и спортивные соревнования. Знаете, как светятся глаза, он бежит еле-еле, клюшку не может держать. Но он как будто с Олимпиады приехал. У него такой настрой у взрослого ребенка. Прямо за год сразу виден человек другой. Он замкнутый приходит к нам, потом он уже раскрепощается, учится иконы рисовать, и рисовать, и декупаж, и рисунки, поделки всякие. Вместе с Алексеем награды от администрации области и законодательного собрания получили руководители творческих коллективов для людей с ограниченными возможностями, педагоги и те, кто несмотря ни на что помогает другим в трудоустройстве, лекарственном обеспечении и не дает остаться один на один со своими проблемами. Здесь, в этом зале, очень много людей, которые именно так работают, которые, несмотря на свои порой достаточно тяжелые недуги, являются образцами силы духа, воли, победы. Ваша работа, ваше внимание и душевное тепло помогают сотням и тысячам наших земляков не оказаться изолированными от внешнего мира, почувствовать свою нужность, самореализоваться. Во Владимирской области живет больше 130 тысяч людей с ограниченными возможностями. Отмечая заслуги активистов региональной власти, в очередной раз подчеркнули, что формирование комфортной и доступной среды для особенных людей остается приоритетом. В области еще остаются проблемы с медицинской помощью инвалидам и их трудоустройством. И область будет работать над решением этих вопросов. Особое внимание будет уделено созданию необходимых условий в жилых домах, в частности, оборудованию их пандусами для маломобильных граждан. Необходимо продолжить обследование всех объектов, всех зданий и сооружений. За этот год обследовано 263 жилых помещения. Ну и с учетом этого дальше будет администрация области, поручение из губернатора, обсчитать, сколько же все-таки потребуется средств для того, чтобы те здания и сооружения, то жилье, которое сегодня недоступно, придется переоборудовать. Кроме того, в ближайшее время депутаты законодательного собрания намерены рассмотреть вопрос бесплатного предоставления участков под жилищное строительство семьям с детьми-инвалидами. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.